Вопрос мужчинам. Что из того, что женщины считают сексуальным, на самом деле лишь отталкивает вас? Меня привлекает, когда женщина сама ничего не умеет, но при этом она скромная и невластная. Если женщина хоть чуть-чуть властна, это заметно. Поверьте, даже если вы это скрываете. Бесит, когда девушки делают что-то, чтобы проверить вас. У меня был случай, когда моя девушка, уже бывшая, вскрыла вены, чтобы проверить, как вы думаете, что, а вот и нет. Она сделала это, чтобы проверить, как она сказала, пофиг мне или нет. Стройте себя, не дотрогай. Самая, черт побери, отвратительная вещь. Силиконовые губы и сиськи. Если у девушки ухоженные руки, то они привлекательные и без накладных ногтей. Но если уже очень хочется, чтобы были накладные ногти, или это нужно, чтобы не показаться белой вороной, то лучше всего, чтобы они были короткие и аккуратные. Большие ногти смотрятся как минимум стрёмно. Я хоть и девушка, но ненавижу девушек с пирсингом. Наверное, очень неприятно целоваться, когда у девушки в губе железо. Обсуждение подруг. Может, это не новость, но есть такой принцип дружбы трёх подруг. Две обсуждают третью. Звучит странно, но странно то, что это работает. Не надо испытывать моё терпение. Это начинание драк на пустом месте, когда хлопнул ей по плечу, а она лезет с кулаками посерьёзки. Девушки реально не умеют чувствовать грань. Вы же понимаете, что я не могу бить девушку, да ещё которая меньше меня по росту и весу. Я не могу переступить свои принципы и воспитание. Плюс люди начинают пялиться на ток, как какая-то милипиздолётка мутузит амбала. Когда девушки притворяются беспомощными. Одно дело, когда реально такие, другое, когда притворяются. Всегда придерживаюсь принципа быть собой, так что если мне что-то лень делать, я не прикидываюсь беспомощной. А прямо говорю, что я ленивая задница и вообще всю ночь смотрела аниме, так что дайте поспать. Насчёт голоса. Это происходит само собой. Я очень хочу избавиться от этой привычки повышения голоса. Я капец как завидую парням. Конечно, ломка голоса вещь страшная, но результат охренителен. Если разговаривают парни с низким голосом, например, по телефону, то их начинают как-то инстинктивно уважать что ли. А вот если девушка ответит на незнакомый номер, то у неё сразу такой вот милый голос ля-ля-ля. Блевать тянет от самой себя. Если незнакомец по телефону парень, он сразу начинает быть неженкой. Мол, а можно пожалуйста бла-бла-бла бомбить пиздец как. Но почему у моих знакомых девушек есть всё то, о чём мечтаю я всю свою жизнь? И чтобы там вы не начали шутить, мол, у тебя просто жопы и груди нет, ха. Я скажу, что у меня всё есть. И меня это пиздец раздражает. Это жутко неудобно. А вот у моих подружек груди нет, и я им капец завидую. Ещё у некоторых мордочка такая, что если они подстригутся, например, под пацана, то их легко с парнем спутать можно. А меня природа ненавидит, так как мои желания быть пацанкой сбивают объёмный бюст, ягодицы и овальное девчачье лицо. Вдобавок этот голос, который при разговоре становится тоньше. У меня был случай, когда я по своей глупости поцеловала парня, тем самым дала надежду. Мне очень неловко стало, и я объяснила, что не готова к отношениям с ним. Он был очень мил и всегда помогал, когда это было нужно, но, видимо, не собирался сдаваться. Я прекращала общение с ним два раза. Первый раз я подумала, что он понял, что не стоит давить на меня и подкатывать. Но когда он завалился пьяный ко мне, я поняла, что пора это прекращать. И перестала с ним общаться совсем. Меня напугало то, что он пришёл ко мне пьяный. Иногда настойчивость парней не играет на руку. Губы пельмени. Фу, бля. И когда макияж чрезмерен. Лёгкий макияж, да. Но когда как индеец, это лишнее. И ещё когда девушка слишком увлекается накачиванием ягодичных мышц. Тупые и затягивающие шутки. Это не только в девушках, а в людях в целом. Один раз подруга минут 10 заставляла меня торчать возле своего порога. Она доказывала, что на воротах сенсорный датчик, считывающий отпечаток пальца, а не просто кнопка. Бежать мне было некуда, она говорила мне всё снова и снова. Ну давай, попробуй, открой. И в этот момент держала дверь, чтобы та не открылась. Псевдоанимешницы. Есть нормальные, обсуждают аниме, имеют любимые жанры, сериалы, осознают неуникальность их увлечения. Говорят в коллективе об аниме, только если их спросят. А есть выпендрёжницы, постоянно ня-кают да кавай, не имеют цельно выраженных любимых жанров, обычно смотрят хайповое аниме. В любом коллективе и везде указывают на то, что они анимешники, даже если их не спрашивают. Меня вообще не интересует ня-ка-ни-я-да, и я не считаю это сильно интересным в человеке. Я в выпендрёжках. К слову, под это описание попадает не только прекрасная часть человечества, но и мужская тоже. Очень много чего. Из неупомянутого – косметика на лице. Все эти туши и помады только портят красоту. Дырки в ушах под серьги, любая одежда без бретелек, колготки с принтами или рисунками, силиконовые сиськи, украшения драгоценностей микроскопического размера. У нас нет карманных микроскопов, чтобы разглядывать в сети. Не мужчина, но разве может привлекать девушка, который выкладывает фотографию в соцсети с подписями типа «Я женщина, а значит я актриса» и всё такое. Кого это привлекает? При эксперименте, когда женщина ставили на острове со всей косметикой и нарядами, женщинами, косметологами и парикмахерами, они не красились и ходили в чём максимально удобно, без серёжек, пирсингов, каблуков, маникюров. Это всё существует лишь для привлечения мужчин. Нет самца, не ври, что сделала это для себя. Спасибо, парни, что вы есть. Особенно раздражает, когда девчонка корчит милую рожу. Просто отвращаюсь. Эти длиннющие накрашенные сука ногти. Мне всё время кажется, что они сломаются или вонзятся мне в руку. Я замечала у себя в классе такую ситуацию, что моя одноклассница старается вести себя точь-в-точь, как аниметян. Она изображает не неестественный высокий голос, старается всегда изображать всякие позочки. Мне даже становится немножко стыдно за неё, когда она читает таким голосом перед пожилыми учителями. И самая главная часть, что при любом телесном контакте с парнем, пусть хоть даже пальцем тронь, она ведёт себя странно, может даже изобразить некий стон. Я поняла так, что любой телесный контакт с парнем для неё как интим. Парням, правда, становится неловко перед классом. Как думаете, это нормально? Как вы к этому относитесь? Если девушка ведёт себя достаточно открыто, никак не дотрога, то окажется некоторым как бы легкодоступной или неинтересной. То есть её не нужно добиваться, бегать за ней и ухаживать, чтобы она вас выбрала. Такая девушка сама делает к вам шаги навстречу, тем самым мужчина теряет к ней интерес. Якобы это скучно и вообще она жалкая в его глазах. А девушки, которые ведут себя как недотроги, с долей высокомерия, набивают себе цену. То есть мужчина должен постараться, чтобы её заполучить. И тогда он вкладывает и вкладывает в неё своё время, силы, деньги и так далее. Впоследствии, если она разрешает до себя дотронуться, так сказать, то мужчина чрезвычайно ценит это. Что-то типа вклада, который должен окупиться. Большинство девушек считают, что большие груди и огромная жопа это привлекательно. Та же фигня с утиными губами. Зачем? Это некрасиво. Хотя у кого какой вкус? Большие буфера. Я, блять, просто ненавижу это уродство. Как и все мои знакомые, кстати. Они настолько уродливые. Ладно, если бы просто у некоторых женщин была большая грудь, ноль претензий. Это с рождения. Но невозможно видеть хента и порно с огромными передниками. А там почти всё настолько огромное. Я уже не могу связать слова. Даже моя подруга говорила, что огромные дыни это уродство. И мне просто интересно, откуда идёт интерес к этому дерьму. Что приходится так долго искать среди порно. Уже молчу про хентай. Нормальный размер груди. Всё, высказался. Когда я учился в школе, одна из одноклассниц сделала себе персинг на носу. Когда она пришла в школу, все пожилые учителя, явно с не лучшим зрением, ей говорили. Вытри соплю. У тебя сопля на носу. На, возьми салфетку, нос в сопле. И так далее. После этих замечаний она начинала оправдываться, тем самым усугубляя ситуацию, сделав её ещё смешнее. Из этого можно сделать вывод. Персинг между ноздрей не лучший способ выделиться. Грудь у девушки несоразмерна их телу. Да, это все замечают и отчётливо. Но если вам встретится девушка с такими неадекватными пропорциями, низкая, с большой натуральной грудью, и у вас в неё нет пары, попытайтесь. По моему опыту, крайне малый процент таких девушек неадекватны. Так что у вас будет примерно 80% наткнуться на милую и застенчивую девушку. И да, поверьте, девушек в полтора метра с пятым размером не так уж и много. Но они есть. Я имею ввиду натуральный размер груди и соотношение низкого роста. Впрочем, большинство мужиков могут почти сразу определить, настоящая ли грудь у девушки. А на этом всё. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую ещё больше контента, переведённого на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырёх слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok